Правый руль Москва. Кейкары из Японии в наличии в Москве. Ссылка в описании. Отпуск окончен. Январь начинается. Автовоз номер один. Первый автовоз вошел как 0,5 в сухую землю после январских праздников, поэтому предлагаю начать со второго. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Здоровая, блин, махина. Интересно, не парусит его на трассе? Январь, так сказать, откупорили. Собственно говоря, машины вот только-только начинают подъезжать. Мы встретили буквально два автовозика. Сейчас сегодня будем встречать третий. Машины будут готовиться, чиститься. Вот только-только их сняли. Соответственно, коротко о главном. Для тех, кто ждал, мы повернулись с отпуска. Также, так сказать, продажи открыты снова. Поэтому, все, кто хотел приобрести себе кейкар, пожалуйста, звоните, мы на месте. Все в рабочие будни, так сказать, вступили без выходных, как обычно. А сейчас, коротко, то, что уже поступило свежее. Это Nissan Days Highway Star. Все года на площадке 17-й, которые приехали в этот раз. Suzuki Spassia в новой морде. Постараемся тоже, если успеем, снять более подробный обзор об этом автомобиле. Впервые у нас на площадке представлен. Это у нас Suzuki Spassia в, так сказать, стандартной комплектации. Suzuki Wagon R с деленной оптикой. По-моему, он черный или темно-фиолетовый на максимальной комплектации. Здесь, кто это у нас? А, это Honda & Wagon. Honda & Wagon темно-фиолетового цвета. И обратите внимание, у него вот такая вот мордочка. Вот такая мордочка. Но начинка максимальнейшая. То есть там кожаный салон, круиз, все дела, все как положено. Honda & Wagon. Тоже с хорошим салоном и полным приводом на минуточку. Еще вот такой у нас приехал Mini Hulk. Его сильная сторона. Это малый пробег, там 21 тысяча. Реальный, действительно, 21 тысяча пробег. Вот. Стандартная комплектация. Ну, там климат-контроль, все дела. Это все есть. Камера в круг, по-моему, есть камера в круг. Сейчас посмотрим. Да, камера в круг есть. Привод передний. Кто-то здесь еще на площадке был с полным приводом. Значит, полный привод N-Box. Кто ждал? И, по-моему... Нет, не по-моему, а точно. Хонда & Wagon тоже полный привод. Так что, всем спасибо за ожидания. Сегодня вечером приедет еще один автовозик. Там уже будет, как говорит механик автомобиля, лакшери, или как он их называет, мажоры. Здравствуйте. Всем доброго времени суток. Всех с прошедшими. Всех с Новым Годом наступившим. С Рождеством. Всем здоровья. Всего самого наилучшего в этом году. Пускай тот год все плохое унесет, а в этом году все только хорошее с нами будет. Ну и так. Давайте начнем с вами в этом году, скажем так, первое наше видео. Откроем январь. Откроем этот год. И я хочу немножко, скажем так, показать, поправиться на своих ошибках, в плане того, что очень много нас любит кто только одно обосрать, осуждать, подсказывать, тыкать носом, как котят. Вот, хотя я бы сам с удовольствием тыкал всех, но не суть. Вот. Смотрите. Мы хотим вам показать процесс. Процесс нашей работы в плане того, что очень много мы показали в прошлый раз вот эту площадку. Она не стала много машин. Вот. И сейчас также вот видите следы. Это следы, все это следы, все машины здесь все были. Мы показываем вам процесс самым, как все происходит. Перед вами вот эти вот машины стоят. Эти машинки, так скажем, прибыли только позавчера. Пришло два автовоза. Вот. Эти машинки, как, грубо говоря, космонавт вращается на Землю, проходит курс релебедации, так и они. Эти машины проходили у нас ту часть нашей необъятой Родины, где температура среднесуточная составляет 48-50 градусов мороза. То есть, они, грубо говоря, возвращаются к жизни. Да, на каждой заводится, на каждой едет, даже, да, все елитарно, все хорошо, с ним ничего. Но, чтобы не нарушать какие-либо технические нормативы с машин, с остальным мы готовим их плавно к этому делу. Итак, начнем. Что перед вами стоит? Спаси. Ну, Спаси и Дейс, наверное, не надо рассматривать, они уже как бы... Нет, я сейчас все объясню, людям скажу. То есть, перед вами стоит сейчас Спаси, Дейс, Хайвей Стар. То есть, вот почему мы именно и показали, в прошлый раз грязные машины сказали, сразу тут же нам моментально ткнули в комментарии, вы вообще обнаглели хотя бы, помыли бы машины. Если бы мы помоем машины, вот, видите, мы мыли машины. Их нету вообще больше, они уехали, все. И мы хотим до вас донести что-то, чтобы показать, что пришло, что приходит, какой модель приходит. Пусть они вот сейчас грязные, но они вы хотя бы увидели вот так. И показываем наши ступени, наши работы, как все происходит. Эти машины, вот, Спаси, Дейс, это забирает один человек. Грубо говоря, вот две машиночки человек приобрел. Давайте я просто взгляну. Спаси, рестайлинговая. Единственная в Москве пришла такая машина. И, по-моему, кстати, не было. Их не было этих машин. Новая рестайлинговая мордаха, новая машина. Покажи, две электродвери. Семнадцатый год. Да, салон темный. Климат-монитор, соответственно, камера тоже будет. Бинокль безопасности. Управление мультимедийным на руле. Подогрев. Так, правое сидение вижу. Водитель, а, правое, левое, да, оба сидения подогрева есть. Это принудительное отключение электродверей. Антиюз. Двери пока на данный момент. Машинка прошла вся полностью химчистку. Полностью химчистка. Я только не прошла уже, да? Да. Эта машина прошла химчистка. Ой, как хорошо. Пардон. Вот, пардоньте. Вот. Теперь. Что по этой машине? Родное Сузыковское литье Custom. Это машина с семнадцатого года. Это машина мажор. Это мажор из мажоров машина. И это полный привод. Это полный привод ко всему же еще. Посмотрите, какой безумный цвет. А какой сзади цвет. Это броня. Броня. Вот. Она стояла на хвосте автовоза. Поэтому вот, увы, вот так. Это все придется в порядок. Просто мы показываем вам первую ступень. Кстати, резина по оценке пятерка. Да, и семерка даже, по-моему. Вот. Так что практически выше оценка на резину. Ну вот. Машина мажор в наличии. Поворачиваемся сюда. Ну, вообще-то мухи отдельно. Нет, нет, нет. Я сразу подведу черту. Чтобы не было таких комментариев в ютубе. Вы быстро переобулись. Обувщики местного значения. К вам обращаюсь. Никто, никого и ни во что не переобувал. Это вам бы хотелось так. Человек попросил, человеку привезли. Все. Ну, мы как занимались кейкарами. Мы только ими и занимаемся. Два нота. Но не скоро. Оба в максимальной комплектации. Этот у нас... Как он у нас? Аутэчер. Аутэчер, этот как у... Райдер. Райдер. Комплектация Райдер. Они оба турбовых. Оба турбовых. Стояли на самом верху автовоза. Идеалы. Цены доступные. Желание есть. Обращайтесь. Итак, мы сейчас переместимся быстренько в другое место, чтобы показать вам вторую ступень нашей работы. То есть на этой полной площадке машин. Как все происходит дальше. Как они подготавливаются. Как они доходят до ваших глаз. Только тогда. Потому что вы ждете, когда придет автовоз, чтобы прийти посмотреть. Мы увидим вот это. Вот это. Вот что вы увидите. Вот. Вот что вы можете увидеть. Вот когда они подготовятся все. Пройдут все ступеньки. Когда вы придете, увидите. Мы сейчас вам все это покажем. Вторая ступень нашего дела. Перед вами наш нехваленый, а действительно наш любимчик. Вагон R. Уже в новом листаликовом кузове. То есть я считаю, я буду всегда утверждать, что это удачнейшая модель. Мягкий, эластичный, динамичный, надежный и практичный автомобиль. Вот это вот вторая ступень. То есть машина прошла первичную обработку, первичную помывку, то есть с автовоза. Промывку, просушку, промывку с автовоза. И машина затребовалась химчистка. Сейчас будет применяться ей химчистка. То есть машина встанет еще раз в сухой склад на сутки. Потом вторая помывка и химчистка салона. Да, мы вам сейчас покажем весь салон. Все покажем, чтобы вы убедились в том, что какая все-таки. Насколько мы проверили, относимся к этому. Только по всему этому машина встанет на техническую замену всех жидкостей. Только после того, как приведем косметическую и внешний данный порядок. Только тогда машина встанет. Хотя эта машина с 17-го года. Коротко об этой машине. Эта машина для взрослых дядечек. Для серьезных людей. Для разумных людей. Понимаете? На сегодняшний день, да, вот. Много кигаров мы уже посмотрели. На многих мы поездили. Многие мы уже показывали. Многие рассказывали. Вот эта модель, которая как бы именно, вот, наверное, закусывает своим требованиям в плане того, что простотой. Рестайлинг. Свежий год. Хороший пробег. Хорошая машинка по больности. Есть все. Надежность. И как вы любите. Звоните мне и говорите. Мне так, чтобы просто возить попу. Так вот, эта машина для того, чтобы просто возить попу. Мне есть все для комфортного перемещения. Вот от А до Я. То есть, выкидываем все вот эти кожаные штучки. Бриллиантовые блестяшки. У нее обычный ключ. Лакокрасочные. Нарушений нет. Царапин нет. Дефлектора присутствуют. Как видим, японцы любят заюзывать эти места. Все места чистые. Ручки не покорябаны. Открываем. Да, на внешний вид машина вся в идеале. Но я не люблю. Я люблю, что все-таки карбон. Все как положено. Ну, под карбон. Все четко. Ну, под карбон. Пускай да сделано. То есть, все равно мы хотим довести ее для полного совершенства. Да, машина не климат-контрольный крутилка. Но она этим и хороша. Этим и хороша. Тот, кто ищет такие карты. Именно вот надежные, практичные, без всяких выпендрежей. И у кого уже, как я говорил ранее, голова, вернее, глаза стоят именно под предметом названии голова. Они где-то в воздухе летают. Вот эта машина для обычной семьи нет. Для обычной семьи, для обычной мужа, для обычной жены. Либо просто для семьи. Либо просто для нормального человека. Понимаете? То есть, все элементарно просто. Смотрите, пороги не заюзаны. Нигде ничего нет. Царапин нет. Ничего нет. Навесы, петли все на месте. Покажите вот переднюю часть. Все болтики не нарушены. Нигде ничего не снималось. У нас любят же это. Там снималось двери. Снимались крыши. Так. Это вторая ступень этой машины. Идем. Перемещаемся в другое место. Итак, мы на третьей ступени нашего дела. Значит, это наше место, где мы производим сушку уже машин для дальнейшего технического прохождения осмотра. Значит, в плане того, что здесь уже машины все помылись. Все прохимчистились. Полностью здесь проходит сушку. То есть, промыто дно. Все анкера. Все как положено. То есть, для того, чтобы человек, приобретая автомобиль, мог себе потом позволить уже сразу сделать антикор. Вот. То есть, здесь на данный момент сейчас температура 28 градусов. Здесь безумная жара. Здесь мы по 4, по 5, по 12 машин пересушиваем. То есть, вот отсюда уже машина отправляется дальше для съемки, чтобы вы увидели, что за машина. Сейчас вкратце пробежим, потому что они стоят. Опять приношу свои извинения. Почему? Скажите, даже здесь они обнаглели. Поставили не лицо на вперед, а заду наперед. Ну уж извините. Вот так. Это рабочая часть. Это рабочая часть. Смотрите, Nissan D-Eyes. Зеленый. Ну, зеленый, но он какой-то не поймешь, он кислотно-зеленый. Очень красивый, элегантный цвет. Реально привлекающий внимание. С мойки, да, у себя сегодня я перегонял. 17-й год. Родной 21000 пробег. Именно родной 21000 пробег. Камеры в круг. Бесключевой доступ. Запуск с кнопки. Рядом. Давайте пройдем, хоть уже здесь есть возможность. Все-таки, все-таки. Я могу пройти и там показать. Да, кстати. Кстати, я пока здесь подъезду скажу. Подъезду. Пойм, открою. Давайте хотя бы покажите, как можно. Так, комплектация, все видно бывает. О, японский палочки-фодарок. Сенсорный климат-контроль. Да, сенсорный климат, запуск кнопки, на принципе, все сказали. Камера 360, отображение на зеркале заднего вида. Вот покажи проемы, прям все, 21000 пробег. Смотрите, все вообще, то есть вот он, просто игрушка-машинка. Просто игрушечка, девочка. Вот, замочек еще, не то, что даже не помутнело еще абсолютно. Все еще абсолютно прям новенькое. 17-е годы они сейчас. 17-е литье. Почти восьмерочка. Оценка на резину. Полный привод. Подогрев сидений всех. Давай откроем. Подогрев зеркал. Весь электропакет. Обзиньки. Черный седой металлик. Черный сединка металлик. Светлый салон. Бомбическое просто соотношение черного с белым. Ну, вы сами понимаете. Настоящий маленький король инь-янь. Бомбическая машина. Так, 7-дюймовый монитор. Климат. Подогревы двух сидений. Зарядка. Andius. Полный привод. И полный привод. Полный привод. Машине пахнет свежим. Машины все аукционные. На климате, кстати, подогревы зеркал. Да, подогревы зеркал тоже на боковых. Машинки все листовые. Машинки все аукционные. Жук черный металлик. Стингрей. Деленая оптика, как вы все пишите. Либо стингрей говорили. Деленая оптика. Деленая оптика. Черный металлик. Вы посмотрите состояние двигателя. Также вся прошла химчистка. Химчистка подкапотного пространства. Сейчас, если не ошибаюсь, вы просто помыли ее. Тем не менее, тем не менее, я не травил еще, честно говоря. Вот, АКБ 20-го года. 20-го года АКБ. Вот. Абсолютно претензит. Теперь гибрид. Мягкий. Хорошо зарегомендованный себя. Темный салон. Уже под карбом. Все дела. Ну, тут мажор. Управление на руле. Кожаный руль. Ну, ребят, тут уже все. Тут уже полностью пакет. 7-дюймовый монитор. Климат-контроль. Подогревы, по-моему, двух сидений. Вот правое вижу. Правое есть точно. Управление на руле мультимедиа. Кожаный руль. Ну, естественно, стеклоподъемники. Куда уж без них-то. Так. Анти-юз, ай-стоп. Руль по высоте. Да, тут уже ксенон. На ксеноне он, да? Да, на ксеноне. Он на ксеноне. Со спойлером. Ветровики. Так, это вагон. Синий металлик. В народе называем у нас баклажан. Ксенон. Ксеноновая оптика стоит. Теперь. Да, ксенон, ксенон. Не надо поправлять между H4. Ксенон. Ксенон, ну, все-таки, даже вон. Ну, я просто хочу, что ксенон. А то сейчас, значит, нет, там лампочка стоит. Лампочка стоит под дальний свет, а верхний рассекатель стоит. Это ксенон. С полным пакетом. Кожаный салон. Подъем лифт сверху. Круиз-контроль. Мультируль. Максимальный кастомный салон. Максимальная комплектация салона. Максимальная. Кожаный руль. Круиз. Управление мультимедиа. Семидюймовый монитор, именуемый Gazers. Климат-контроль. Два подогрева сидений передних. Розетка. Здесь складывание зеркал. В автоматическом порядке или отключить эту функцию. Анти-юз. Задняя часть. Также кожаный салон. Сидения полностью кожаные и зад и перед. Темный салон. Темный салончик. Тут сидения, получается, они же чисто кожаные, только тканевые вставки. Да. То есть уже не кожаные вставки, а вставки тканевые. Так как бы он весь... Здесь, как обычный, тазик. Посмотрите, в каком состоянии все. Все. В каком-то состоянии. Салончики сами. Ни пыленькие, ни соренькие. Явно русские ездят. Ухаживать так может только русские. Так ездят только русские. Согласитесь, мои по-любимым подписчики. Мы же только так свою машину содержим, да? И никак иначе. Вы же все ко мне приезжаете на таких чистеньких машинках. Все. Все приезжайте и говорите, что не успели помыть в этом году. Как мы в начале видео. Да. Вкратце показали вам нашу следующую ступеньку. Как происходит вся процедура для того, чтобы эти машинки дошли до вашего взора. Теперь эти машинки вот завтра мне сильно копошиться. Замена всех жидкостей. Слабых вещей. Убираем, готовим полностью, чтобы вы потом ездили, наслаждались. Ну и последняя ступень наша. Так, вот здесь уже хранятся машинки те, которые уже видите вы. Давайте без всяких соплей, без всяких качелей пройдем быстренько. Я вам расскажу вкратце, что все-таки в наличии. Вы посмотрели, что стоит на улице. Вы посмотрели, что на подготовительном процессе. Вы посмотрели, что в сушечке. Ну и пробежимся быстренько, что у нас все-таки здесь. Так, сразу перед вами. Инбокс. 16-й год. Подогрев зеркал. Подогрев сидений. Полный привод. 91 тысяча пробег. Аукционный. Листовой. Кто как любит. Кто как привык. В наличии сейчас перед вами. Откроем. Так, машина стоит еще на скопилях. Да. Ну нет, подъемник. Здесь постелили временно коврик. Темный салон. Темный салон. Козыречки еще в пленочках. Машина произведена. Химчистка. 7-ми дюймовый монитор. Камера заднего хода. В принципе, у них у всех камеры есть. Климат-контроль. Два подогрева. Розетка. Так, теперь, значит, что с моей части. Да, так же темный салон. Все так же, как мы видим, как мы любим темные салоны. Вот, доступная на сегодняшний день цена. Доступная цена. Теперь, что касаемо ценообразования. Сейчас я тоже это объясню. Теперь, значит, и повторюсь. Это полный привод. Увеличенный клиренс и полный привод. У меня, кстати, машина реально очень высокая. С ваших комментариев. Не хочу звонить. Не хочу писать. Не хочу. Хочу. Не хочу. Хочу. Не хотите дальше. В плане того, что цена. Вот смотрите. На вот этот вот сейчас, то, что перед вашим взором, да, машины. Одна. Те машины, которые стоят в сушке. Вторая цена. Вот эти вот машины пришли. До Нового года. Мы их привели. Чувство. Все. Помыли. Натерли. Кому нужно было делать химическую. Сделали. Провели всю техночистку. Работу. То есть, вот это инбок. Замену. Масло. Вариатор. Антифриз. Все. Также вот эти машины все заменены. Все жидкостя. Ну, кроме того. Все. Мы все сделали. И законсервировались. Мы уехали в отпуск. По стране посмотреть, как же все-таки живут наши коллеги. Барыги-предприниматели. Либо наоборот предприниматели-барыги. Либо автодилеры. Вот. Это нужно было мне. Мне, коллеге, мы съездили, сделали для себя маленький вывод. Ну, так я удалился от темы в плане того, что цена образования. И вот цены на машины разные. В плане того, что каждый привоз влечет за собой новую цену. Не надо писать в комментариях. Они не отвечают, потому что для каждого звонящего разная цена. У каждого свой голос разная цена. У каждого свой подход разная цена. Чушь хватит вот эту пороть. Хватит нести чушь вот эту. Оставьте свои бурные фантазии для писания своих личных мемуаров. Личных. Показывайте маме, либо жене. Насколько вы гигант мыслей своих. Теперь. Inbox. Rux. Давайте пройдем сюда. Nissan DS Rux. 17-й год. Мажор. Рестайлинг. Полный рестайлинг. Роже. А мордочка рожи уже. Я уже все туда понесла у меня. Ну, что-то похож на дракона. Да. Ну, красивее его стало. Мордочка у него во многом красивее. Теперь. Дальше. Может, салон-то откроем? Ну, давайте. 17-й год. Темный салон. Тот. Фу. Темный салон. Сенсорный климат-контроль. Проекция камер в круг. Электродвери. Все, как мы любим. Активное зеркало. Управление мультимедиа на руле. Кожаный руль. Литые дизочки. Так. Дальше. Toyota Pixis Mega. 17-й год. Пробные версии. Привезли в Москву, мы им буквально 2-й, 3-й. Больше, чем инбокс измеряли. Больше. По размеру. У них принесли. Больше стояла задача. Мега-мега-здоровая машина. То есть, вместительная. Несмотря на то, что у танка, скажем, здесь нету стойки. Здесь стойка есть. Здесь стойка есть. Но место здесь, блин. То есть, в такой ровный пол все это складывается. Вместе с передним сидением. Здесь столик, так же, как танковский. Но места здесь просто колоссально много. Есть лучшего с Toyota в плане того, что задние части сидения покрыли специальной обшивкой, которую можно пачкать, просто спокойно вытирать. Они сзади, сзади сидений. А, сзади, сзади сидений. Специальный покрытый, чтобы можно было пачкать, вытирать стальную. Более квадратообразные, но на сама все конфигурации в квадратообразные. Но она элегантна и реально хорошо. Реально экип хорошо. Вот так. Повторюсь, 17-й год. Всемидиумный монитор. Констанер-печка. Управление мультимедиа на руле. Так, сзади же посмотрим. Сзади, давайте. Необычный иллюминатор, смотри, кстати, огромный. Да, квадратный. Красиво сделано. Очень красивый цирроган. Выше инбокса. Выше инбокса. Вместительнее инбокса. Получается симбиотанты и инбокса. Да, я думаю, что инбокс самый высокий большой кейкар. Нет, Toyota переплёвала. Так, слева от меня. Honda Finwagon Custom. Значит, это передний привод. Атмосферная, аукционная, бальная. 81 тысяча пробег. Кожаный салон. Круиз-контроль. Кожаный руль. Максималка. Кожаный салон. Да. Кожаный салон. Да, кожаный салон. Также в наличии. Так, Nissan, да, апа, Nissan, да, Skyway Store. Простите, давайте просто распоряжем. Машинку внесли задаток. Машинка, увы. Её в субботу забирают, просто осталось на антикор, на замены на все остальное. Машинка едет на антикор. Всё, её везёт погрузчик. Была она, я не помню, там 16-го года что-то. Вот, да, 16-го года был салевый старчик. Вот. Была доступная цена, это ещё новогодние приходы. Вот. Inwagen Custom, белый зумруд. Турбовая. И полноприводная. Полноприводная, кожаный салон, мажор из мажоров, как вы тоже любите. Турбо, Custom, полноприводная, а то и салон тоже. Салон похожий. Так. Кожа, кожаный руль, круиз-контроль, управление мультимедиа, 7-ми дюймовый монитор Gazers. Климат. Блин, золот мазер. Дверки, а? А? Не нарадуешься. Всё для народа. Каждый дом по кей-кару. Кей-кар да с ауто. Вот. Теперь вы видели всю процедуру. Все ступени, как машины проходят. В начале видео вы видите автовоз, выгрузка, разморозка, всё остальное, подготовка при реанимировании, скажем так, автомобиля. Вся процедура как происходит. И вот эти вот машины уже будут потом перегоняться сюда, производить технические регламентированные замены. Масло, жиж, всё остальное. Восстанавливаться здесь в калашный ряд. И вставать перед вашим взором. Вы знаете как, в конце видео хочу я подвести такой маленький ток. Сейчас кто-то может будет смеяться, кто-то может и не будет смеяться. А кто-то может даже будет плакать. Вы знаете, очень много же звонков, как обычно, очень много звонков. Машина за 300. Машина за 400. Ребят, не таких цен. Перестаньте верить в чудеса и в сказки. Перестаньте верить в Деда Мороза и всего остального. Вы знаете, мне позавчера позвонил человек. Мы за 400 точно не купим. Я говорю, точно. И даже в сказки. Я говорю, и даже в сказки. И что, мы даже туда не сможем попасть. Я говорю, вы не сможем мы в сказку попасть. Ну, вот суровые реалии нашей жизни. Нет таких цен. Всё, что вы видите, это обман. Это просто обман. Ну, пора взрослеть. Ну, пора просто взрослеть. Не надо себя питать иллюзиями, если вы имеете на кармане 400-500 рублей, либо те или иные средства, которые вы готовы, допустим, потратить, и купив вот такую вот машину за 500 рублей, её невозможно купить. Ребят, если кто-то из вас купит Honda Inwagen Custom, турбовую, на максималке, полноприводную, за 600 рублей, ну, тогда я занимаюсь не своим делом. Просто не своим. Не надо заниматься ерундой. Понимаете? Не надо. Не надо. Вы знаете, вот я говорил, говорю, кто-то может быть разозлиться, кто-то не посвяется. Мы вот, находясь в отпуске, много так работали над собою, над своей подачей, много работали вообще над тем, чем мы занимаемся. Многие рассматривали, можно сменить модельный ряд, может быть сменить кейкары, может быть уйти вообще на кейкары 2021-2022 года выпуска, чтобы, допустим, и привезти сюда 10-20 кейкаров, ну, 2021 года, и чтобы вот у них аукционная оценка стала 5. И что вы, допустим, грубо говоря, даже не могли найти некую по марке, чтобы оценка 5. Все, новая машина. Все. Новая машина. Все. И все. Понимаете? Вот мы просто работали над собой, находились там 2-3 недели специально именно на удаленке, в плане, как это все происходит, где, что, как, что продают, посмотрели, как продают, какое оно продают. Короче, продают такое, но... Ну, блин. И знаете, как же самое интересное? Люди пытаются меня убедить во всем остальном, что они продают хорошие вещи и все равно что-то обижаются, понимаете? Ну, не надо обижаться. Ну, продаешь говно, будь достойным человеком, продавай говно, честно. Говно это говно, да? Да. И у всех один ответ. А что вы хотели за эти деньги? Ничего. Я считаю, что человек, приходящий сюда, приносил с собой 500, 600, 700 рублей, он знал, что он на эти деньги может купить. Вы знаете, я все-таки завершу этот разговор тем, что мы находились в поисковике в плане того, что, да, у нас был включенный телефон и установлен брейлзер Google стоял. Вот мы просто в разговоре, у нас случайно, да, вышел такой разговор спонтанно с коллегой, что сейчас на данный момент нужно купить из средств транспортного перевяжения, да, чтобы был экономичный, с отсутствием налогов, как его, да, с отсутствием минимального затрат на топливо, по стоимости, как мы любим, 300. И вы не поверите. в этот момент раздаюсь такой голос. Ваш запрос, грубо говоря, выполнен. Товар найден. И вы знаете, что это? Велосипед. Представляете? Просто Google присутствовал при нашем разговоре, он нашел вариант за 350 рублей с отсутствием налогов, экономичным, транспортным велосипедом. Так что сделайте выводы, что уже даже техника, техника защищает нас. Понимаете? Не мы пытаемся от вас отбиться, а техника. То, что не мы придумываем сказки и байки, а уже даже техника нам подтверждает, то, что за эти деньги можно купить только велосипед. Да, он какой-то редкий там и все остальное, но это велосипед. Спасибо всем. Спасибо, что смотрите нас. Спасибо, что комментируете, пишите, звоните. Отвечу на все вопросы. По крайней мере, постараюсь встретить на все вопросы. До свидания.